добрый день зрители нашего канала всех с наступающим новым годом сегодня 26 декабря и что тут у вашего последняя высадка идет помидоров в этом то есть в этом году они хотят успеть еще высадить все полностью теплицы чтобы уже с нового года растения все были в теплице на то есть момент какой то есть хотели показать самое главное главное какая должна быть рассада самое главное у рассада первый признак да то есть более-менее качественно чтобы она уже была дать видите она себя прижимистая но еще уже должен появляться цветок вот это она есть уже на кисти вот эти уже сформированный то что многие говорят что помидоры дольше растут там потому что бывает что вегетативная масса у помидора есть да а возраста нет вот самое главное возраст показатель возраста это появление ее первой кисти что тут на вот после того как высадили да что самое важное этот очень важный момент да то есть его ни в коем случае нельзя сейчас вы помидоры пути как бы формировать на то как он будет развиваться то есть максимально сейчас надо его ввести на генеративные органы то есть надо создать генеративный рост в первую очередь эта температура то есть надо стремиться чтобы температуру между днем и ночью было минимум 6 градусов 6 8 градусов может то есть ни в коем случае чтобы она не было там плюс минус 4 градусов больше 2 очень важный момент как можно перевести достаточно это как бы если там технология да то есть минимум три недели потом то есть даем начали пролили хорошо высадили после высадки делаем легкий полив и за счета по где-то 30 тонн на гектар воды то есть такой чтобы все помидор сцепился землей сока корневая система заработала и потом постараться недели три не поливать но это надо смотреть все таки да то есть по если нормально было заправка водой сделано зависит очень сильно еще от погоды то в принципе да вот этого должно хватить что тут еще и не корневые подконки папаша садили на половине корневые подконки расскажет очень важно еще дать корневой стимулятор но корневой стимулятор мы конкретно даем рай сюда вот один раз дали и потом три недели не даем даже корневой стимулятор ничего то есть максимально да то есть вот чтобы корень развивался вглубь и по всей площади грунта и когда он будет искать час воду это будет еще такая выдали корневой стимулятор работы просто самое идеально да то есть природа заставляет растение искать воду развивается мощная корневая система она уходит вглубь то есть больше объем земли у вас работы до больше корневая система и когда у вас будет выйдет мощное солнце да то есть в это в апреле у вас корневая система будет большая у вас растениям не будут листья вянуть как бывает очень часто на когда вот эти маленькие поливами и у вас растение получается как бы начать вянуть корневая система она не активна и во-вторых она маленькая по площади и вот сейчас по этой стадии то есть все то есть основное это по удобрению это то что у нас мы вносили биогумус этого хватает там плюс еще есть оставшееся питание от предыдущего это хозяйство с огурец осталось плюс есть остатки навоза на самом деле этого для начала хватает потому что сейчас солнце мало растения растет очень мало то есть больше ничего пихать не надо там не бежать фосфор и еще остальное все только вне корневой подкорки и три недели стараемся не поливать это спасибо до свидания